70% от всех автомобилей такси в Севастополе составляют нелегалы. Такую статистику на заседании правительства города озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников. Бороться с такими показателями чиновники планируют совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и налоговой службой. Санкционный механизм он достаточен, в том числе за занятия незаконно-предпринимательской деятельностью. Мы определим конкретные показатели наших и контрольных закупок совместно, сколько мы их сделаем, когда приедут такси без опознавательных знаков и другие элементы контроля в отношении теневой части. Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города Игорь Вадимович Титов отметил, что сейчас ведется выдача лицензий для таксистов. Разрешение стоит полторы тысячи рублей. При этом необходимо оформить ряд документов. По словам чиновника, до 10 марта 2017 года было выдано 732 разрешения на осуществление деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Игорь Титов подчеркнул, что ситуация с таксистами-нелегалами в городе удручающая, потому что госавтоинспекция может отследить только нарушителей с опознавательными знаками, шашечками. И напомнил, что отсутствие лицензии грозит водителям такси штрафом в 5 тысяч рублей.